ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты просто не можешь себе позволить долго стоять у плиты. Впрочем, как и многие хозяйки сегодня. Наши сырники – это то блюдо, которое, во-первых, полезно, во-вторых, вкусно, а в-третьих, быстро. Мало того, наши сырники будут с сюрпризом внутри. Морковно-яблочная начинка. Знаешь, как Диана называет эту начинку? Диана, как ты называешь блюдо морковку с яблочком? Кус маминого детства. Боже, как хорошо. Ты понимаешь? Ну что, приступим? Конечно. Дианка, будешь помогать маме? Да. Наши сырники называются ленивыми. И это не просто так. Они будут не жариться на сковородке, а они будут выпекаться 15 минут в духовке. И пока сырники будут выпекаться, я открою маленький секрет, чем может заняться женщина в течение этого времени. 15 минут, но в этом чуточку-чуточку позже. А сейчас переходим к сырникам. Приготовление состоит из трех этапов. Первый этап – это приготовление начинки. Второе – приготовление теста. И третий – мы готовим соус. И сейчас начнем с самого интересного. Это с начинки. Нам нужно перетереть морковь и яблочко на терке до такой кашеобразной консистенции. Тебе оставить кусочек морковки? Да. Да? Вот я половинку натерла, а эту отдаю Дианочке. Так, готова тереть яблочко. Пожалуйста. Тесто для ленивых сырников. В приготовленную емкость кладем 300 грамм творога. Ты маме поможешь? Давай. Мама держит, а ты вот так пересыпай. Так, потом нам нужно взять сахар. Две столовые ложки. Нам нужно взять два яичных белка. Мы желток в этих сырниках не используем. Поскольку мы готовим для деток сырнички, да, желток может быть аллергеном. А для взрослых получится более диетичный, низкокалорийный сырнички, что тоже приятно. И Диана, сейчас твое любимое дело, муку мы будем насыпать. Нам нужно 4 столовые ложки. У меня же есть ложка. Да, вот так. О, молодец. Так, ну что, теперь нам нужно вымешать это все. И наша кухонная машина поможет. Конечно. А наша кухонная машина со специальной насадкой легко справится с этой задачей. Мы перемешаем ингредиенты до однородной консистенции. И получится идеальное тесто для сырников. Быстро и без усилий с нашей стороны. Да, Дианочка? Да. Боже мой, мука. Это у нас традиция. Мы всегда все, что готовим с мукой, нам нужно замазать нозики мукой. Мне собираешься сделать? Да. Давай. Вот так, вот так, вот так. О, теперь и я готовлю сырники. Вымешиваем тесто. А дальше мы наше тесто будем раскладывать по формочкам. Все, наше тесто готово. Поскольку тесто содержит львиную долю творога, то оно имеет свойство прилипать к нашим формочкам. Но силиконовые формочки удивительны тем, что к ним ничего не прилипает. Да, Дианка? Поэтому мы их не будем даже и смазывать. А вот с этим пюре из яблока и моркови что сделать? Нам нужно отжать сок из получившейся массы. Сейчас я возьму ситечко. Значит, нам пригодится и пюре из яблока и моркови, и сок, который останется, да? Да, сок нам пригодится для приготовления соуса. Смотри, Дианусь, мне нужно, чтобы ты положила ложечку сахара вот туда в морковку с яблочком. Мы перемешиваем. Теперь нам нужно выложить тесто по формочкам. Нам нужно не просто положить тесто, нам нужно еще и такое углубление сделать, для того, чтобы потом положить туда начинку. Мы вот так вот прямо размазываем по краешкам. Кто же хочет? Давай, конечно. А Дианочка положит туда начинку. Вот этот вот сюрприз. Ого! Вот мы колобочка такого. Давай сделаем такой колобочек. Давай. Да? Ложи сюда. А теперь сверху берем опять творожочек и накрываем его. Смотри, и никто не увидит, что у нас там есть внутри. А пока можно отставить сотейник. Там уже есть сок из моркови и яблок. А мы продолжим наполнять формочки. И знаешь, Лилечка, что этот десерт будет выглядеть гораздо шикарнее, чем обычные сырники. Да, потому что они будут такие, как пироженки. Правильно ты заметила? А может быть я духовку пока включу? Отличная идея. А сколько градусов поставить? Нам нужно разогреть ее до 180 градусов. Я так понимаю, что нам понадобится противень, на который мы поставим наши сырнички. Да, Дианочка? Правильно я делаю? Как ты думаешь? Правильно? А пока мы будем готовить соус. Наш отжатый сок от моркови и яблока, нужно добавить сок одного апельсина. А я вот видела, как вы с папой вместе танцуете. Так красиво. Ты любишь с папой танцевать? Да. А я уверена, что ты даже знаешь название танцев каких-нибудь. Какие танцы танцует папа? Папа, поворотики. Поворотики? Поворотики. Поворотики. Это у нас свои танцы уже. Нам хватит сок половинки апельсина. Мы добавим сюда ложечку сахара, чайная ложка цедры апельсина и чайная ложка муки. Мука нам нужна для того, чтобы наш соус чуточку загустел. Мы доводим сейчас до кипения наш соус. Диана хотела спеть маленькую страну. Маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она. Молодец. Вот и соус наш закипел. А сейчас мы положим сырники в духовку, разогретую до 180 градусов на сколько? 15 минут. Сырники будут выпекаться в духовке 15 минут, а соус тем временем уваривается на медленном огне. А потом мы продолжим приготовление этого вкуснейшего десерта. Прошло 15 минут. Можно доставать сырники? Да. А я вам расскажу, что я обычно делаю, пока выпекаются сырники. Пока у нас есть 15 минут, можно уделить себе любимым время. Оставить буквально две ложечки творожка и туда добавить буквально несколько капель оливкового масла. Это нужно перемешать и вот так вот, такими движениями от внешней стороны к внутренней, наложить масочку под глаза. Этот рецепт я использую сама. 15 минут, сырники готовы. Ты красивая, счастливая и все замечательно. И все довольны. И, кстати, эту масочку нужно вытереть просто салфеточкой. Ее не нужно даже умывать ничего. Пока сырнички и соус немного остынут, я предлагаю выпить нам с тобой по чашечке кофейку. Отличная идея. Как легко с таким ребенком, который все сам знает. Угощайся, пожалуйста. Как приятно за чашкой ароматного кофе узнавать секреты приготовления вкуснейших блюд. Нес Кафе Классик. Все начинается с Нес Кафе. А Дианочка уже осваивает новый инструмент. Пока сырнички наши горячие, они очень легко снимаются с силиконовой формочки. Поэтому я считаю, что этим нужно воспользоваться. Сырники и соус получились идеальные. Мы обязательно их попробуем, а я пока напомню, как мы их готовили. Возьмите творог, муку, яичные белки, сахар, ванильный сахар, морковь, яблоко, апельсин. Смешайте творог, яичные белки, сахар, ванильный сахар и муку. Все тщательно перемешайте. Для начинки натрите морковь и яблоко на мелкую терку, превращая смесь в кашицу. Добавьте сахар, перемешайте. Отожмите сок в отдельную емкость. Мякоть отставьте. Для соуса возьмите отжатый сок, добавьте в него апельсиновый сок, цедру апельсина, сахар и муку. На среднем огне доведите до кипения, помешивая. И уваривайте 15 минут на медленном огне. Тесто разложите по формочкам, заполняя на две трети. Сделайте в центре углубление. Положите туда мякоть из яблока и моркови. Сверху накройте тестом. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут. Достаньте сырники из формочки горячими. Подавайте с соусом. А вот теперь мы попробуем эти сырнички, которые выглядят удивительно нежными. Мне так хочется попробовать, как это будет. Соусиком не хочешь? Нет. Хорошо. Надя, что скажешь? Я тебе скажу, что это просто чудо-сырники. Какие же они вкусные, нежные, сочные, да еще и с сюрпризом. Скажи. Просто изумительно. А ароматные какие. Лилечка, а вот этот соус настолько их прекрасно дополняет, что я даже не могу назвать это ленивые сырники. Это великолепные сырники, которые на вкус прекрасные, а приготовить их очень легко. Дианочка, спасибо тебе огромное, что ты вместе с мамой пришла ко мне в гости и научила всех нас готовить эти удивительно вкусные сырники. Придешь еще ко мне в гости? Да. Спасибо тебе. Лилечка, спасибо огромное. Это было великолепно. Спасибо, Надюша. Я рада, что тебе понравилось. Привет, друзья. Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.